По европейским городам прокатилась волна протестов мусульман против исламофобских нападок и политики властей. Так в Стокгольме прошла акция членов мусульманских семей, чьих детей забрали социальные службы якобы из-за насилия и жестокого обращения дома. Демонстранты принесли транспаранты с надписями «Верните наших детей, мы хотим справедливости». Родители заявили, что их детей отдали в неугодные руки и потребовали от правительства взять ситуацию под контроль. Некоторые из наших детей были переданы семьям педофилов. Есть дети, подвергшиеся сексуальному насилию. Фотографии их обнаженными были сделаны приемной семьей и опубликованы в социальных сетях. Мы хотим справедливости. В Париже прошел марш антифашизма и исламофобии в знак протеста против усиления российской и антисламской риторики в последние годы, использования такой политики в предстоящих президентских избирательных кампаниях. Многие неправительственные организации поддержали протест, осуждавший акты ненависти к иностранцам и мусульманам во Франции. Акция протеста, в ходе которой полиция приняла обширные меры безопасности, завершилась без последствий. Исламофобия вполне реальна и в Англии. Член парламента мусульманка от либарийской партии Англии Зара Султана со слезами на глазах рассказала об исламофобских и российских нападках, с которыми она столкнулась лично. Например, один человек написал мне «Султана, вы и ваша мусульманская банда представляете реальную опасность для человечества». Другой заявил, что я плохая, куда бы я ни пошла, скоро Европа изгонит меня. Третий назвал «сочувствующий террористам и отбросом мира». Мусульмане в Европе сообщают, что враждебность к ним растет, но атаки и несправедливость не пугают их. Продолжение следует...